Привет, я на канале KSTR и сегодня посмотрим свежую демку экшен-рогалика Shadowkin. Демка вышла 5 февраля, сама игра должна выйти 23-го. Как я понял игра входит в список ожидаемых рогаликов первого квартала. Давайте посмотрим, давайте заценим. Так, выберите персонажа и стихию для вас и вашего союзника. Ваш союзник будет следовать за вами в битве. Так, твой стартовый навык будет меняться в зависимости от элемента, который ты выберешь. Ну, видимо стихии. Так, все внизу. Короче, здесь можно играть совместно, а может играть искусственный интеллект. Ну, поскольку игра один, то будет искусственный интеллект играть за союзника. Давайте нейтральный. Как я понимаю, это просто раскачанный урон физически все. Просто и понятно, без лишних заморочек. Так, есть лучник. А есть мечник. Не давайте лучника. Мы вдвоем, два лучника будет. Так, левелап. Уже. Урон плюс три. Звучит вообще замечательно. Так, это разные стихии. Это нейчи, это water, storm. Зачем нам? Нам нужен нейтрал, просто урон. Так, а у тебя что? Бумеранг. Призрачное лезвие. Быстрая атака во время рывка. А искусственный интеллект что делает? Рывки? Нет, давайте бумеранг. Так, ну и? А, нормал, дефикат. Ну, пока нормал. Так, а мы сами стреляем? Да. Каждая комната, также известная как область, так, увеличивает, наверное, количество волн противников, начиная от одной и, наверное, так далее до девятой волны. Так, тут без награды. Да. Если противник выживает дольше пяти секунд, они оставляют за собой огненный круг. Давайте посмотрим, насколько тут сложнее. Все те же самые ушастики. А, вот они. О, смотри, ты можешь выбрать три реликвии второго тира. Значит, выбор, давайте сюда. Ни хера себе, какие птички агрессивные. А сколько хпшка у союзника? Он при смерти, что ли? О, так-так-так-так-так-так-так. Так, скиллы с тегом таргетит имеют трехпроцентный шанс быть использованы пять раз. Ни хера не понятно. Так, скиллы с тегом снаряд, дополнительный урон на основе того, наверное, как быстро летит снаряд. Так, что еще тут есть? Так, отчет кровотечения. За нейтрал два процента мгновенно убить противника. Если на противнике есть кровотечения, шанс становится четыре процента, плюс дополнительно два за каждые четыре стека кровотечения. Ну, давайте вот эту штуку. Так, если обычный уровень сложности, то будет торговец с пятью предметами на продажу, а если сложный, то с девятью. Ну, пока вроде все легко. Ага, сейчас уже четыре волны. Что-то уже сложновато. А, у меня левелап ждет. Так, нейтрал. Глинт оф стил. Так, нейча, вот. Ну, что-то накладывает кровотечение. Слэшит чего-то и накладывает. Главное, не накладывать штаны. Так, меч. А вот, смотри, что-то нейтрал. А, тоже накладывает. Ну, пусть накладывает. Это торговец такой? Мутный какой чувак. Так, скиллы получают пятипроцентный шанс на крит. Двойной урон. Так, при накладывании горения. Увеличивает носимый урон на единицу всеми скиллами, но также уменьшает хпшку на 13%. Какая-то шляпа. Шанс уклониться пять процентов. Урон ядом плюс один. Крит демидж 20% дополнительно. Количество текущих монет увеличивается на 100%, но твоя хпшка уменьшается максимальная на 40%. Просто подпиши. Но это надо позже такое брать, когда накопишь, наверное, монет. подожди, не знаю, что тут брать. Ну, так, урон отравлением или уклонение? А, у меня же нет 86. Давайте вот это возьмем, просто уклонение. так, в полтора раза больше монет. Что-то там с ядом. Пофигу, что там с ядом. а у нас яд? Откуда у меня яд? А что это у меня? хпшка падает. что за фигня? Да тут сдохнешь просто. А волны чаще. Не, ну, это вообще просто какая-то шляпа. Стреляешь по две стрелы. Вот это возьмем. Блин, у меня от хп вообще ни хера не осталось. А что это было с ядом-то? Надо было читать. Вроде так легко было. Какие-то ушастики там. Ну, это вообще без проблем. А там просто теряешь и теряешь хп. Так, рывок. Дальность, наверное, рывка уменьшена вдвое. 7 волн надо выставить. Попробуем. Картошечка. С картошечкой разберемся. А кто это там? Что это он делает? Ну, надо как-то хп восстановить. Тут хп вообще, что ли, не восстанавливается? Лампочка. Ну-ка, а что за лампочка? Интерактивный. 50% шанс автоматически взаимодействовать друг с другом. Непонятно, что это такое. Давайте вот это возьмем. О, шоп-кипер 9 предметов. Блин, тут тоже 6. А, здесь хилер будет. А, здесь хилер будет. Не, нам хилер, ну, шоп-кипер отлично, конечно, но мы не шоп-кипером, а с хилером будем. Нам сейчас лечение очень важно. Сейчас все бабки отдадим на лечение. Интересно еще, сколько оно стоит? А, здесь хилер будет. Неплохо хилер выглядит. Добавляет 10% к максимальному хп. Добавленное хп восстанавливается, нифига себе. Ты восстанавливаешь 20%? Ну, короче, я 40% хп могу восстановить только. Ни хера себе. А, смотрю, вот это отлично. Значит, ты и твой союзник восстанавливаете потерянное хп, равное 30% от максимума. но количество монет приравниваем к нулю. То есть, я беру, смотри, здесь 99, тут 99, у меня остается одна монетка, я беру вот эту херню. Как тебе? Раз, два, три. Ну. и почти полная хпшка. Вот это грамотно и четко. Так, а здесь, здесь стак яда. Пошли нахер. Так, яда какой-то. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нормально, она тут областей закрывает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну это пипец какой-то, ну а они будут за ней заканчивать? Так-то она бы меня просто убила Ну а смотри, не, мы уже стали отнимать что-то больше, кажется Четвертинка осталась Уже меньше Уже меньше Меньше 20%, уже, наверное, процент 10 Замочили Замочили Ну давайте меч этот возьмем, он же neutral Так, а тебе что возьмем? Ничего-то Тоже меч тогда Дальше левелапы Глинт оф стил Так, тебе бумеранг Ну тогда меч Тебе глинт оф стил Трикшот А, тут реролл можно? У тебя 5 реролов Блин, давай реролл, конечно Давай тоже бумеранг Приначки Продолжить путешествие Подарок от темного лорда Эволюция твоих способностей Выбери бонус Так, игрок 1 Так, трикшот сейчас С наведением Медиум Средняя точность Наведение, но такое себе Средненькое Так, а это что такое? 20% шанс Что будет дополнительная, наверное, стрела А это наведение Хрен его знает просто Давайте дополнительную стрелу возьмем Плюс 2 к урону Шанс на крит 5 Но скорость передвижения минус 10 А здесь уклонение и скорость Ну давайте, наверное, вот эту штуку А этот бессмертный Поэтому похеру какая у него скорость Возьмем урон ему И дай побольше стрел Он не такой Нормально стрелять, им не надо ничего наводить Так, из трех реликвий А, из трех Реликвий А, из трех Реликвий А, из трех Реликвий четвертого тира Давайте сюда Грибочки А что, у меня кровотечение уже какое-то? Сто процентный шанс он будет Это, что тут запускают какие-то снаряды в разные направления, которые накладывают горение. Блин, стрёмная какая-то тема. А почему у меня сейчас-то горение? Ну я сейчас сдохну просто. Специально выбираю, где нет никаких проблем. Ну смотри, вот это что это такое? А, нельзя по красной ходить. А это что, добрая? Монетки есть. Так, скиллы с тегом directional, ну направление, теперь направляются видимо случайного противника с низкой точностью фуфлок какой-то. Так, скиллы с interactive заряжаются в два раз быстрее видимо. Так, нейтральные. Семипроцентный шанс кастануться дважды. Вот это мы возьмем. Да понятно, понятно. Вишь, здесь и здесь шопкипер, а мне нужен лекарь. Ну как горение, ты сейчас наложили? Ну ё-моё. А мы играем еще? Ты сдох. Один из твоих персонажей пал в битве, но он не будет лежать вечно. После успешного выполнения области, хотя бы один персонаж сейчас остается живой, другой персонаж будет мгновенно воскрешен. Но не бесплатно. Живущий, ну, наверное, тот, который остался жив, потеряет хп равную половину тип. Блять, ну что-то он потеряет херстом. Так, вас ждет ловла. Два реролла. Фуфло это все. Мне нужно лекарство. Ну почему горение-то? Вот кто успевает два, тем более, накладывать? Два горения, ну да хера просто. У меня хп-шка как отнимается. Может здесь есть зона какие-то холодные? Вот это, может, холодная зона или что? А может быть вот это охлаждение, бутылка воды типа? Потуши огонь. Ни хера не понятно. Вот здесь свежий воздух. Да, это вот бутылка воды. Надо все время пить, видимо. Дайте попить. Нам бы что попроще. Ну-ка ловлаб. Какие-то щиты вращаются вокруг тебя. Нет, ну нужно сопротивление. Дай бумеранг тогда. Ну вот смотри, он взял это горение и бутылку даже не предложил. Это непонятно, это бутылки вспопить или что это. Ощущение, что они начинают летать. Так, перчатки. Снаряды летают быстрее. Так, накладывание кровотечения. У тебя четыре скилла с этим тегом. Нет, давайте перчатки. Это прям супер понятно. Пусть лучше. Так, лекарь. Ну вот я тусуюсь на свет. Может эта тьма меня поджигает? Да, ну хп конечно прям минимальная. Говнюк, ну куда ты прешь? Кстати, хорошо он стреляет. Какое тут сам наведение, если персонаж так стреляет, притом очень даже неплохо. Снаряды лвлапы. Так, где лекарь? По старой схеме. Раз, два, три. О! Живем. Погнали, братуха. О, смотри, просто центр. Центр вам не доступен, а противники могут ходить. Ну, элементарно. Два рерола. Морозная какая-то скульптура. Ну, я остаюсь предан нейтралу. Нейтралитета. Ну, что мы здесь постоим и все. Тренером. Не согласен, чтобы здесь свет был и все. И попить. Хотя это, конечно, странные бутылки с водой. Но я могу представить, что это именно бутылка. Когти медведя, четвертый тир. Так, кровотечение. Так, какие-то отметки ставить. Не, мы через кровотечение будем. Давайте кровотечение. Не, ну, у нас такие кровотечения. Мы должны вообще убивать противника мгновенно. Босс. Надо ведь посмотреть, что это за босс. Попить есть. Босс. Босс. тут не видно ни хера тут визуальные эффекты закрываются лав лав бумеранг бумеранг дайте еще бумеранг противники получают плюс дополнительный урон за каждое кровотечение вот это неплохо тоже у нас все истекает просто кровью непонятно что-то морозная какая-то хрень это капибары какие-то жесткая игра замедление сюда пойдем тогда с братухой какое замедление но какие-то хомячки чем тут боятся у нас кровотечение которое может привести к мгновенной смерти если противник выживет да противник не выживет ни хера тут одни нубасы что долго круги эти огненные рюкзачок так неуязвимость после рывка как я понимаю увеличивается на одну десятую секунду а за каждый уникальный рывок который у тебя есть а мне их два то есть на 0 2 но слабовато фигня какая-то ну видишь он говорит скиллы с тегом рэндом будут больше от 7 до 70 процентов давайте ну я все-таки рывками то пользуюсь и у меня кстати лава лапки один или волос какое-то замедление какое нахрен замедление всех замочим сейчас маска маска Но у меня сотка всего. Злое кофе. Перезарядка рывка плюс 10%. Но это скорость перезарядки. Также это кофе злое. Ну, злой. Говорят, тебе не странно это? Непонятно. Так, это поджигание. Два реролла. Будем взять скорость передвижения. А, смотри. И перышко за воскрешение процент хп, который будет отбираться у другого игрока, уменьшается на 5%. Ну, то есть 50, а останется 45. Давайте возьмем. И мелочевку еще какую-нибудь. И скорость передвижения. Все. Волны чаще. А, пятая волна, кстати. А, не пятая волна. Это пятый этап. Здесь 5 волн будет. Нет, что-то с наведением. Нейтрал. Только нейтрал. И сам. И persönка. думаю взять что-нибудь давайте молнию пусть будет так релики второго уровня или первое двигайтесь вместе игрока и игроку один разрешено свободно перемещаться а союзник вынужден двигаться с за вами а весь урон получаем и удваивать все тут не прочитал сразу я прочитал и думаю но остальное как всегда как фуфло здесь любое горение и отравление намного опаснее обычных противников так топаз с отметкой шторм так и направление какая-то дополнительная близкая атака в том же самом направлении наносит 20 единиц урона давайте возьмем выбор конечно ровненький так лекарь или shopkeeper давайте к лекарю все-таки уже скоро босс так как это волшебница сосульками кровавыми сейчас она получит такое кровотечение какие-то скорпионы да но эффекты закрывают всю весь обзор прерывки оставляешь след огне остается две десятые секунды верня какая тут надо видимо качать и качать 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 и качать урон один а чё так многое он какое-то отравление нахрен так какой-то дуэлянт я не проиграл никакой не единой битве сомневаюсь что ты силен достаточно так нам некие опции есть замочить и падла он сдох или не сдох от брюлента не смотря на свою крутость он позвал еще кучу шакалов и а и и и и и и и которые наносят урона с помощью кровотечения, какой-то дополнительный урон всем ближайшим противникам, равное количеству стаков. Что-то звучит неплохо, но запутанно. Снаряды. Так, электрификация. Давайте кровотечение. А, у меня три ловелапа. Какие-то бестолковые ловелапы. Прям ужас. Не хочу вообще это. Давайте стоншилд посмотрим. А ты посмотри вот этого кролика. А, тут у нас 4 бана было. Все, босс. Бегу вас под нос. Морозные скульптуры. Попить. Ну, блин, тут... Как обойти-то это все? Всякая маленькая область остается. Реально и замедление накладывает. Ну, как так-то? Ну, как так-то? А, это все? Вот и вся демка. Ну, честно говоря, какие-то смешанные чувства. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну, и до встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok